Лето Первое наше путешествие было в город Пинск. В пятницу вечером в конце мая мы отправились в Пинск. Уже поздно в 11 часов 23.00 мы были в Пинске. Рано утром встав, мы отправились изучать весь город. Мы ночевали на улице Днепровской флотилии. Это набережная реки Припять. За день мы посмотрели практически весь город. Ну, посмотреть весь полностью это невозможно, но увидели очень много интересного и архитектурных сооружений, и исторических мест. И, конечно же, вечером уже покатались на катере. Путешествие занимает по времени. Получилось, мы уехали в пятницу, в воскресенье вернулись. Если говорить о материальных затратах, это всего лишь проезд до Барановича, из Барановича до Пинска и точно так же обратно. Плюс ночлег и все экскурсии. Чем понравился Пинск? Что это необычная культура, белорусское полесье, белорусские традиции и столица белорусского полесья. Впечатляет, конечно же. Мы совершили интересную поездку в город Пинск. Мы узнали, что город Пинск был основан в 1097 году. Первое, что мы посетили, это была аптека. Это была самая старая аптека Республики Беларусь. А точнее, мы побывали на выставке «История аптечного дела». Там мы смогли увидеть медицинскую книгу, медицинские инструменты, различные препараты, эмбрионов, органы животных. И все это было в аптеке. Мы посетили Свято-Федоровский собор. Внутри там очень красиво, плюс там очень хорошая акустика. Мы смогли посетить Полесьский государственный университет. Узнали то, что он состоит из шести корпусов. А также посмотрели студенческую деревню. Затем мы посетили драматический театр и смогли посмотреть его обстановку внутри. На следующий день мы посетили костел Карла Барамея. Сейчас в нем находится органный зал, в котором проходят концерты. Тем мы посетили музыкальную школу, в которой нам рассказали о различных музыкальных инструментах, о существовании которых мы даже и не знали. Потом мы посетили музей Белорусского Полесья, в котором нам рассказали о различных культурах Белорусского Полесья. Ну и напоследок мы прогулялись по набережной и весело провели время по набережной на реке Пине. Три года назад депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Николаевна Сопикова предложила ребятам интересный проект – лагерь под названием «Юный археолог». В этом году мы ввели археологические раскопки в деревне Сбочно, но проживали в Озерницкой средней школе. Это было в условиях лагеря. Я думаю, что детям, которые были там, все запомнилось. Во-первых, организация самого лагеря. Во-вторых, раскопками. В-третьих, то, что они очень много находили. В-четвертых, компания, которая собирается, то есть дети, которые собираются практически одни и те же. И вот за три года у нас сложился очень дружный, очень интересный, такой сплоченный коллектив. Они сами продумывают открытия, они готовятся уже к этому лагерю. Они продумывают, какие дела, какие встречи они будут проводить. Плюс ко всему у нас было посещение музея Озерницкой средней школы. Мы побывали на празднике деревни в деревне Озерница. Мы, конечно же, посетили храм Николая Чудотворца в Озернице. Пообщались с местным населением. И в канун дня начала войны мы побывали на могиле генерала Хацкелевича, который погиб в самом начале войны. Ну и что запоминается, это то, что человек, который руководит нашим проектом, младши-научный сотрудник Академии наук Александр Николаевич, он настолько сплотился, он настолько смог заинтересовать и привлечь детей, что они в самом деле каждый год ждут начала раскопок. Каждый раз, когда мы начинаем копать с Александром Николаевичем, мы полны энтузиазма и надеемся найти что-то очень ценное. Первые два года, когда мы с Надеждой углублялись в землю, в поиск чего-то нового. Мы находили то камни, то какие-то детали, которые не так важны, как мы на тот момент думали. В этом году мы опять с Надеждой взялись за лопаты, и наконец наши ожидания оправдались. Где-то на третьем слое нам начали попадаться важные находки, свидетельствующие о жизни людей того времени. Это был бисер, кости или кусочки керамики. Когда мы начали доставать из земли находки, у всех повысился уровень энтузиазма, и мы начали отчаянно копать и перебирать землю. Слой за слоем мы снимали и находили много нового. Большие кости, большие осколки керамики, металлическую застежку или металлический кусочек ножа. Но самой запоминающейся находкой стал маленький череп. Когда наш руководитель его откапывал, работа застыла. Мы все смотрели на руки Александра Николаевича. Но вот однажды, когда глизился конец раскопок, и мы все расчистили, Александр Николаевич позвал нас посмотреть кое-что. Он показал неравномерный слой земли и камни. Мы тогда не понимали, как земля или камни может быть чем-то важным. Но нам объяснили, что все это очень важно. Что работа археолога – это не только поиск находок, но и подтверждение того, что раньше здесь что-то было. Мы-то думали, что раньше мы ничего не находили, а тут, оказывается, много чего нашли. Раскопки дали нам много нового. Мы учились сравнять землю и нивелировать. Также этот опыт учит нас быть терпеливыми. Ведь не каждые раскопки дают много находок. В этом году было жарко. Это было настоящее испытание погодой. В холодные дни мы копали без остановок. Но в жарке мы работали посменно. В последний день, когда надо было закапывать, Александр Николаевич поручил это дело мальчикам. «Я никогда не видел столько энтузиазма и радости при закапывании», – говорил наш вожатый. «Со стороны мы были похожи на детей, копающихся в песочнице. Сколько я туда езжу, я никогда не слышала жалок. Это не было определенным испытанием. Это были радостные моменты нашей жизни, которые мы никогда не забудем. За эти годы мы сильно сплотились». Атмосферу раскопок дополнял лагерь. «Наш любимый и всегда долгожданный лагерь. Каждый раз мы отчаянно ждем, когда наступит тот день, первый день раскопок. Когда нам сообщили, что в этом году мы будем копать два раза в день, мы были испуганы. Но это не омрачило наш настрой». Еще одной традицией ребят является поездка в город-герой Брест. Три года подряд дети посещают реконструкцию Великой Отечественной войны. «Что детей привлекает? Ну, общаясь с ними, каждый высказывал свое. Кому-то очень нравится вот это время с 17 до 20 на улице Советской, когда выходят все представители униформистских клубов. Можно увидеть разные роды войск, которые появляются. Можно увидеть представителей разных городов. Не только городов, а разных государств, которые приезжают два года подряд. Мы уже встречаемся с униформистами из города Токио, из Японии. Даже из такого далека приезжают люди. Кому-то из детей нравится вечер 21 июня уже в самой крепости. Это примерно с 22 до 23, когда подсветка, звучит музыка. Кому-то из детей нравится раннее утро. Мы стоим в половине третьего. Начало четвертого начинается митинг, переживание, выступление, возложение гирлянды славы, опускание на воду венков, затем шествие солдат. Кто-то запоминает саму реконструкцию начала войны. Переживают дети, они оказываются, они видят воочию те события, которые происходили рано утром в Брестской крепости 22 июня 1941 года. Это незабываемо. Где еще можно воспитывать патриотов? Именно посещая вот такие исторические места. То же самое мы добирали своим ходом. Очень хорошо в Беларуси организовано движение железнодорожного транспорта. Электрички, дизеля ходят. И опять же, возвращаясь к финансовой стороне, это занимает... Это на семейный бюджет не так дорого сказывается. Итак, мы сбросили вещи в воскресной школе. И отправились на улицу Советскую. Но перед этим мы посмотрели репетицию митинга. Мы двигались по улице Гоголя, останавливались у каждого памятника и фотографировались. Смотрели на советской униформиста, сфотографировались с ними, осмотрели технику и посмотрели памятник городу в Брест. Потом мы встретились с нашим научным руководителем, который был в Озернице, Александром Николаевичем. Потом мы отправились обратно ночевать по пути. Мы опять же гуляли по улице Гоголя и остановились посмотреть футбол, где на Брестском стадионе, где играли Динамо Брест и Неман Гродно. Матч завершился в пользу Немана Гродно 2-0. Одно из самых любимых мест ребят – это Свято-Елисеевский мужской монастырь в Лавришево. Этот проект появился благодаря Центру детско-юношеского туризма и существует уже 9 лет. Мы базируемся на территории монастыря. Настоятель Игумен с огромным удовольствием предоставляет нам возможность, дает возможность нам организовать весь свой быт, что очень немаловажно в условиях такого пребывания. За 9 лет у нас всяких приключений было, всяких испытаний и дождем, и холодом. И каждый год он неповторим и необычен. Последние 7 лет, по счастливой случайности, мы являемся участниками археологических раскопок монастыря. В этом году наши раскопки вначале были немножечко мрачены. И даже мы где-то сомневались, будут ли вообще раскопки. То, что мы будем там в лагере, это однозначно, это даже не подлежало никакому сомнению. Но будут ли вестись раскопки? А связано было это с тем, что к огромному нашему огорчению, к сожалению, 2 июля умер руководитель наших раскопок, доктор наук, профессор Сергей Евгеньевич Рассадин. Но его заместитель Тельман Викторович сказал, что при любых обстоятельствах раскопки состоятся. И как мы рады были узнать о том, что приезжает основная группа археологов. Это тоже такие же ученики, такие же студенты и дети с группой, в которой приезжаю вместе я. Мы в этом году своих 8 квадратов, конечно же, прокопали. Сделали 4 шурфа и самой главной находкой для нас в этом году было на монастырском кладбище расчистить фундамент храма XVI века. Очень много было всяких дискуссий по поводу того, почему алтарь на запад, что не характерно для православного храма. Каждый высказывал свою версию. Тельмана Викторовича, она была своя. Вот Сафия Адосия, она была своя. Ну и по тем документам, которые... Почему мы искали там? Потому что в начале весны Тельман Викторович был во Львове и нашел инвентарь 1802 года, в котором именно упоминается Лавришевский монастырь. И самое интересное, что это первое упоминание Лавришевского Евангелия XIV века. Вот исходя из этих документов и из общения со старожилами, с детьми, которые проживают там, мы и копали именно на этом месте. Группа у нас из Слонима, это группа из 20 человек. Три года с нами уже присоединяется группа из Гродно. И таким образом у нас всегда до 40 человек в этом лагере всегда отдыхает. Кроме всего прочего, что дети несут послушание, учатывают в археологических раскопках, они общаются, они открывают что-то для себя новое. Мы совершаем радиальные походы. Ведь рядом находятся Щерсты, рядом находятся Любча, рядом находятся Негневичи. Это все исторические места, которые можно посмотреть, с которыми можно познакомиться, о которых можно без конца рассказывать и узнавать историю своей Родины. У каждого есть такие места, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание. Для меня это Лавришево, моя любимая Лавра. Наверное, я проживаю каждый год только для того, чтобы вновь и вновь возвращаться в это святое место. И каждый раз, езжая на территорию монастыря, меня охватывает чувство радости, когда я вижу такие знакомые, светлые лица людей. Людей, которые за шесть лет моего послушания в монастыре стали для меня такими близкими. Бывает такое ощущение, что мы не расставались на этот долгий для меня год. И вот начинаются наши приключения. Приключения вместе с палаткой. Каждое утро на протяжении почти двух недель мы просыпались рано, когда первые лучки солнца только появлялись на горизонте. Вставали под такой уже знакомый ротоподъем, выступал не нашей любимой Ирины Евгеньевны. Вставали, умывались, убирались в палатки, бежали на кафе с преподобному Елисея Лавришевскому, а потом шли на завтрак. Как там вкусно готовят. Хотя это совершенно простая деревенская еда. На завтрак кашка какая-нибудь, на обед или ужин картошка, салат обыкновенный, капуста, или если поста нет, молочные продукты. Но пища эта приготовлена с особым смирением, и освящена она искренней молитвой, и присутствие благодати Божьей придает ей особый вкус. А потом все шли на послушание, на которое благословлял Иегомин монастыря, отец Евсеви. Самое удивительное то, что никто не испытывал тяжести в его исполнении. Может потому, что каждая наша работа сопровождалась песней. Чистим картошку – поем, моем посуды – поем, обкапываем кусты – тоже поем. Но особым нашим послушанием были раскопки. Время, когда мы держали историю в руках. Всякий раз, когда я находилась на раскопе, было такое ощущение, что первый Иегомин монастыря, находившийся на этой земле, святой угодник Божий, преподобный Елисей Лавришевский смотрит на нас, улыбается и своей молитвой обнимает нас. Каждый год экспедиция в Лавришево находит что-то особенное. В прошлом году это была крипто-Успенская церкви, в этом году – фундамент крестовоздвиженского храма. И как же приятно осознавать то, что и ты приложила руку к тому, чтобы еще один духовный объект появился на карте Беларуси. После приятно-утомительного дня наступало особое время. Время вечерних посиделок. Когда можно посидеть возле костра за кружкой горячего чая, рассказывая другу интересную историю. Или спеть задушевную песню, побеседовать с Иегуменом, или просто посмотреть, как пляшут языки пламени. Но жаль, не все вечера были такие. Иногда Господь посылал нам испытания в виде дождя. Тогда мы все вместе шли в монастырскую трапезную и дружно смотрели фильмы. В этом году мне посчастливилось два дня подряд просидеть всю ночь возле костра, а затем наблюдать, как солнце отрывается от земли и плывет в синем небе. Наблюдать, как Господь рождает новый день. Так прошли наши 13 незабываемых дней в Лавришево. Месте, где действительно отдыхаешь душой. В этом году ребятам из средней школы номер 2 очень повезло. Они попали на епархиальный слет, который проходил в деревне Песочное Карелического района. Этот слет зародился в Лавришевском монастыре. Вернувшись из нашего любимого Лавришева, конечно же, у нас еще такая есть традиция хорошая. Мы всегда 2 августа собираемся на берегу щары, общаемся, разговариваем, делимся впечатлениями, что больше всего запомнилось. Ну и в этом году, опять же, моим ученикам очень повезло. Они попали на епархиальный слет, который проходил в деревне Песочное Карелического района. Деревня Песочное находится в 5 километрах от Морского замка. Когда-то этот слет зарождался, и первый проходил в нашем Лавришевском монастыре. Тогда была еще Новогрудская Литская епархия. В этом году мне удалось побывать на православном молодежном турслете, который проходил в Карелическом районе в деревне Песочное. В православном молодежном турслете принимало участие 4 благочиня – Слонимская, Карелическая, Дятловская и Новогрудская. Когда мы приехали, у нас уже были увлекательные задания. Больше всего мне запомнилось задание – это сделать макет своего города из подручных материалов, из шишек, мха, веточек. Это было очень весело, увлекательно. Каждое утро – это для меня было, конечно, испытание – простоять и прочитать утренние молитвы. Это было настолько тяжело, но я справилась с этим. Мне было непривычно. Даже иногда хотелось просто лечь, поспать и не идти. Но заставляли – надо. Во второй день это был полный открытий, особенно квест по лесу. Это было даже в каком-то моменте экстремально просто. Ты бегаешь по лесу, не зная этой местности, и ищешь задания. Я не думала, что мы пройдем этот квест, но мы справились с ним, и мы победили. Каждый вечер нам проводили беседы. Из бесед я очень много чего узнала, открыла для себя, запомнила. Поняла, как нужно себя вести в некоторых ситуациях. Самое позднее время в вечере мы проводили возле костра, пели песни, разговаривали. Для нас проводилось очень много игр. На третий день для нас сделали опять же квест, но этот квест был не легче, чем первый. Он был намного сложнее. Этот квест был на территории лагеря, но квест заключался в том, что тебе давали задания, и они были загадкой. И по загадкам тебе надо было разгадать местность, на которой была написана буква. Самое трудное это было найти букву, потому что она была написана на дереве, еще где-то. Но приходилось искать, и нервничали все, и не думали, ну как мы это все сделаем, как мы это все найдем. Находили, и получалось. Для меня было самое сложное в этом квесте, это найти березовый сок. Я думала, что это просто надо будет найти банку с березовым соком, но нет, надо было переплыть с одного берега озера на другой. Для меня это было очень страшно, поскольку я не люблю воду. Но все получилось. Конечно, мы не выиграли в квесте, но главное то, что мы принимали в нем участие. Самое смешное это было сделать селфи. По буквам надо было разгадать слово. Слово, конечно, было очень трудное, но когда мы узнали синоним к этому слову, мы все смеялись. Синоним к слову, это были закрытые ворота. И в итоге мы делали селфи с закрытыми воротами. Это было весело, увлекательно, запомнилось надолго. Но самое больше всего мне запомнилось, это последний день, когда нам сделали сюрприз и завели нас на экскурсию в мирский замок. Там было очень увлекательно. Больше всего мне понравилось спускаться в подвал. Это 4 метра вглубь. Нам показали, какие раньше были кухни, как раньше жили. Нам показали удивительные залы. Там настолько красиво, там даже жить хочется. Я никогда не забуду поездку на этот слет. Отправляйте своих детей в путешествие. Ведь каждая поездка – это знакомство с нашей родиной, с историей нашего государства. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, считают ребята второй школы.